Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт и в сегодняшнем видео я вам расскажу о скрытых фишках iOS 13.3 релиз, которых вы не знали Я сразу говорю то, что я не стал записывать релиз, вылаживать его, что-то добавлять, что-то там Но смысл, это была iOS 13.3 бета 4, всё Это и была релизная версия, по факту они ничего не добавляют То есть никаких багов, никаких нововведений Всё то же самое, что и было Вот, поэтому сразу объясняюсь вам, почему так, чтобы не было там каких-то недопониманий Дальше Я сделал тут на бруске заметки конкретно по 8 такими категориями я набрал Начнём с заметок То есть что можно сделать за меня? Выбор пробелом нужное место и символы без переключения клавиатуры Сохранение музыки и видео документов То есть я думаю, не буду демонстрировать Вы можете спокойно в браузере Safari что-либо скачивать Закидываете и тому подобное Вот, допустим, даже если я захочу что-то отредактировать То, что я говорю, зажимаем пробел Всё, курсор бегает, выбираете вам на нужное место Очень удобно, комфортно Вот, также вы можете... Ага, вот, я ещё забыл дописать то, что можно пробелом выделять Так же само выделяете, когда... Точнее, ищите курсорчиком, зажимаете Одним пальцем вы держите на пробельчике Другим два раза тапаете И вы можете выделять текст Тянете влево, вверх, вниз, как вам будет удобно Вы вот таким образом ещё выделяете текст Можете его копировать Дальше, нужный символ Допустим, вы что-то там печатаете, чтобы не переключаться Вот, допустим, здесь что-то напишем Напишем там привет Вот, привет И вам нужно будет поставить запятую Чтобы не жать сюда и ставить вот так вот запятую То есть сюда я имел в виду это вот на нижней ABC Сюда переключатель Вы можете просто, вот когда вы что-то печатали Просто на него зажать И не отпуская протянуть по дисплею до запятой Либо же до нужного вам символа Так же самое расставление цифр Всё Это ставится и очень удобно писать Не нужно ничего перекрасывать Пере это время экономит Так же самое то, что я говорил То есть мы сейчас допишем эту функцию Ну ладно, потом Дальше, звонки Это позволяет нам позвонить на два номера сразу То есть что для этого нужно То, что мы можем писать вот там И убирать свайпами слева направо, справа налево То есть это будет так, либо так, либо так вы чистите Вот, либо же вам позвонить на два номера Я допустим сделаю примерно 466 Вот через запятую И 477 Нажимаете вызов, он набирает одновременно два контакта Вы можете общаться Очень удобно, мало кто об этом знал Либо же вместо точки нажимаете решетку Точку с запятой Точно так же будет работать Если вы не знали об этом лайфхаке Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал Дальше Следующая фишка Это у нас App Store То есть быстрая покупка в iTunes Через Haptic Touch Либо быстрый промокод введения Быстрое обновление Вот Зажали Haptic Touch Вот ввести либо промокод Если он у вас есть на какое-то приложение Обновление, покупки Это все быстренько нам помогает Сэкономить время Чтобы не что-то там переключать Искать Сразу же моментально попадаете в нужное вам меню Следующий Это часы Вы знали, что вообще часы Работают в реальном времени То есть с живыми стрелками Обратите внимание Часовая стрелочка стоит То есть механическая стрелочка Секундная И минутная Все это двигается Мало кто об этом знал Вот Они работают в реальном времени Очень классно То есть анимации Дальше Настройка поиск любой функции Быстрый доступ Батареи Wi-Fi Bluetooth Сотовые данные Опять же, что касается Haptic Touch Нажимаете на настройки И вот вы видите Быстренько попадаете в аккумулятор Если вам нужно Сотовые данные Wi-Fi Bluetooth Вот А так же касается Конкретно по функциям Здесь опускаете Чуть ниже Сверху вниз Есть поисковая строка Чтобы допустим Как найти Ее там Ассистив Тач Вот Ассистив Тач Где его искать Вот Бамс Ассистив Тач Мы нашли Никаких проблем нет То есть Пока вы там Искали его Где-то что-то Любую функцию Которая вам нужна Вы можете Прописать Дальше Инстаграм То есть Что есть Интересно В инстаграме То есть Можно отправить Самому себе Сообщение Для чего Это нужно Переходим в инстаграм Тара-та-та Вот Перешли мы в инстаграм Допустим Вам нужно Отправить сообщение Пишем Выбираем Сообщение Я хочу Сам себе То есть Как бы Это будет Заметка Вот Ищу Владимир Дяч Но он у меня Уже есть Я сам себя Нашел Вот И дважды Оно так не будет Потому что Он уже есть Вот Я себе Оставляю здесь Любую заметку Пишу там Что-либо Либо Какой-то Нужный текст Либо Добавляю Нужный контакт И все Такое То есть Как бы Заметка Внутри Инстаграм Очень классно Удобно Комфортно Как по мнению Каждый Об этом Знал Это так же Само Работает И в контакте За фейсбук Конечно Не знаю Ничего не могу сказать Но это прикольно По-своему Так же Оставляю комментарий Если ты Об этом Не знал Safari То есть Быстрый скролл С зажатием На ползунок Который расположен С правой стороны Вашего экрана Вот здесь Вот как здесь Видите Так же самое Оно здесь Работает То, о чем я говорю Видите Я его зажал Я могу быстро Быстро Пролистывать То же самое Это работает В сафари В заметках Вот этот ползунок Вот идет Вы вот так вот Когда по экране Листаете Не очень быстро Пролистывает Когда вы нажмете На ползунок Он слегка увеличится И у вас скорость Увеличится Прокрутки Экономит ваше время Очень интересно Не каждый Об этом знал Вот Что еще То есть Проговаривание Экран слух Читая текст На вашем экране Это свапаем Вверх Сверху вниз Я могу сделать И у меня будет Вот Описание К видео Apple Крас Она зачитывает Я конечно же Не знаю Слышно вам было Или нет Но сам факт Это очень удобно Комфортно Когда у вас там Руки чем-то заняты Свайпнули Вы можете заниматься Чем-то И одновременно Слушать то Что есть на этом Браузере Либо же О заметках Читаете какую-то Статью Очень комфортно Вот Вот такая От меня От меня была Подборочка Очень классно Как бы Опять же Делитесь Вашим мнением Какое у вас Устройство Делитесь Также Мнением Тем Что какая У вас сейчас iOS Особенно Если у вас Сейчас релиз С 13 3.3 Как работает Ваша батарейка По багам Там и все остальное Но как всегда Я говорю Я всегда Использую телефон В энергосберегающем Режиме Всегда Как бы Телефон у меня Держит Настройки Я делал Тоже специально Чтобы он делал Держал батарею Дольше И так же Я проверяю Телефон На баге По состоянию Аккумулятора Захожу сюда Конкретно В аккумуляторе Мне нужно Второе Вот Здесь Когда все Прогрузится В меню Вы Листаете Сверху Вниз И обратно Если же Есть какие-то Фрезы Но значит Забагованная Система Если их нету Значит нету Вот Всегда будет Первый фрез Вот Если больше Потом их не будет После прогрузки Все Значит система Классно работает Никаких нареканий Здесь не вижу Ну здесь Профрезование Было Но не такое Долгое Зависание Как начало Начало Прогрузки Не считается Это считается Тот В момент Когда телефон Только Прогрузился И Как бы Скорость Работы Ценится Вот Вот Только После Прогрузки Вот Когда вы Все Видите Опять Только Чтобы Вот Когда Не будет Вот Таких Вот Здесь Профрезование Значит Система Идеальная Как Помню По работе Фрезов Нету Батарейку Пофиксят И все И добьются Не Ну я не знаю Это нереально Мне смешно Такого Конечно Мы еще Не ждем Я не знаю Почему У них Так Но не важно Самое главное Если вам Понравилось Это видео Ставьте Пальцы Вверх Пишите Какие Фишки Из Восьми Моих Предложенных Под Категорий Вы Знали Какие Не Знали Опишите Ваше Мнение Мне Всегда Это Важно И До Следующего Видео Субтитры